Всем привет! У нас сегодня очередной выпуск программы Matchday. Сегодня ведущий опять я, Миша, сегодня не смог провести. Вот поэтому мы думали, что сегодня будет три гостя. Получилось три гостя и один из них ведущий. Поэтому мы сейчас быстренько посмотрим нашу таблицу, потому что сегодня очень много новой информации, так как нас ждут последние три тура. Три очень интересных тура. Борьба за чемпионство в самом разгаре будет, да, после последнего 11 тура. Вот. И, собственно, посмотрим матчи, поговорим, возможно, о действии и, конечно, о предстоящих матчах. В гостях у нас сегодня два игрока Челси. Это Даниил Лухов и Сергей Львов. Ну и я сам себе представлю, капитан Манчестер Юнайтед. Вот. Я, в общем, успел на игру своей команды. Вот. Правда, нифига не спал, не ел перед этим. Ну, вроде все хорошо закончилось, потом, правда, два дня дрых. Вот. Ну, собственно, давайте по порядку. Раз мы смотрим на таблицу, тут уже у ребят есть такая такая мерность. 27-27, да? Вот. У вас следующий матч, я понимаю, в Сити будет, да? Или с кем? Нет, следующий матч против Лестора. Вот. Ну, давайте сразу, просто уже есть, есть такие вопросы. Понятно, что тройка призеров, скорее всего, сформировалась, да? У меня вопрос к вам. Сможете достать Тоттенхэн? У вас, просто, я понимаю, в последнем туре лучшая встреча, да? Да. Дело в том, что матч против Тоттенхэн у нас будет последний в сезоне, и все будет зависеть от того, как они сыграют две предыдущие игры. То бишь, Арсенал сыграет, по-моему, с тем, Никанас Лесик. У Арсенала Ливерпуль и Манчестер Сиди. Вот. С Ливерпулем тоже. Ливерпуль тоже может отобрать очки от Арсенала. Хотя, сыграть в ничью. Вот. Там все будет зависеть. То есть, надежда у вас есть? То есть, вы смотрите с оптимизмом в будущее? Да, конечно. Ну, даже в любом случае, если мы забираем очки у Тоттенхэма, а они две остальные игры выигрывают, то мы остаемся на третьем месте, да, по-моему. Ну, получается, да. Да. То есть, уже не все зависит от вас. Да, поэтому. Вот. Ну, о следующих турах мы поговорим чуть позже. Давайте как раз таки посмотрим предыдущие матчи. Какой из этих итогов для вас больше всего вызывает шок, не знаю, шок, удивление хотя бы? Честно говоря, для меня шок ничего не вызывает. А Лестер и Востхэм? Ну, не знаю. Ну, как бы. А Лестер послабее, на этом не звали, да? Нет, Лестер послабее, но я не удивлен, потому что они набрали новых игроков и последние, там, до этого тура две игры выиграли. И я считаю, что это закономерный результат. Востхэм, как бы, как играли, так и играют. Хорошая команда, но, как бы, в первом туре Востхэм, я знаю, даже с крупным счетом, по-моему, да, Лестер выиграл? Да, да, там, то ли пять маль было, ну, что-то такое. Ну, да, 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 что-то такое. Ну, Лестер понабрал игроков, набрали ход, молодцы, 3-3, как бы, я не знаю, смотрел интервью, вроде Миша говорил, что счет по игре. Ну, счет по игре только там два пенальти было, ворота Востхэма, вот, поэтому, в принципе, не знаю, мы сейчас обсудим-то, были пенальти, не были пенальти, да, вот. Вот, меня, на самом деле, больше всего удивил Арсенал Тоттенхэм, то есть, то, что Арсенал выиграет, ну, не то, что я думал, я, как бы, для интриги это было интересно, да, но то, что 3-0, это все-таки для меня личная неожиданность. Вот, хотя я видел игру, ее от небольшого отрезка, когда как раз таки ждал своего матча, вот, могу сказать, что игра была равная и очень интересная. Вот, твое мнение. Ну, я просто могу сказать, то, что Тоттенхэм, если бы они выставили такой состав, как они с нами играли, да, то есть, там, ну, пару ребят, да, там, вроде бы, ребята позвали, там, поиграли, то есть, под нас, наверное, как-то настроились, вот, если бы с Арсеналом, я думаю, играл бы тот состав, который против нас, состав играл, я думаю, что такого счета бы не было, а Арсенал, они все время одним и тем же составом играют, организованная команда, видно, что не первый турнир, они уже вместе играют, вот, а удивительных результатов, я думаю, нету, просто тут как, как они сыграли, вот, тут первый гол, но очень многое решает, команды многие часто ломаются, если... Ну, раз, давайте как раз-таки посмотрим этот матч, я думаю, что вы уже должны были выложить в обзор, так, это... Ну, действительно, я думаю, оправдал свое, свое звание. Сохранируем трибу до последнего тура. Не знаю, честно, но мне не кажется, уже все, как и остались на своих местах. Нет, конечно, конечно. А ближайшие туры, ну, Арсенал я знаю, а у Тотенхама? Тотенхама, получается, с нами, по-моему, с Весхамом, да, у них сейчас... Ну, вот, Весхам тоже, на самом деле, да, это, это будущий матч тура, мы об этом еще поговорим чуть-чуть. Вот, ну, здесь видно, что сразу борьба, сразу штрафные, решения. Музыка такая интересная сразу, кто-то из операторов подобрал, Дима, это ты был, да? А так интереснее смотреть. Слушай, а у меня, значит, без звука стоит, он как-то сам его выводит. Ну, а, может, и Телеке? На Телеке можешь звук посетить и сделать? Волюм. А, я не знаю. Волюм, там, видишь, внизу, там, кнопочка. О, да. Можно и Телеке или тише сделать? А, давай попробуем сейчас, да. Все, вот так вот, пусть будет. Можем сначала начать, я это буду, иди сюда. Да нет, пусть будет, все-таки, это же забавный. Так, ну, вот, еще скажу свое мнение, то есть, Миша меня просил до передачи, вот, так как мы не успели выбрать сборную тура, да, по-моему. Вот, он просил, чтобы мы высказали, там, свое мнение по сборной тура, да, вот, могу сказать так, что я видел игру, и сейчас, так примерно смотрю, вратарь Арсенала сыграл на ноль, вот, то есть, естественно, он, как бы, один из основных кандидатов в этой линии, вот. Но могу сказать, что, на самом деле, тот он к тому очень много атаковал, но, прям, суперсовет это не требовало, да, вот, но, опять-таки, его уверенность и на выходах, вот, и в первом пассе, вот, действительно, предала, скорее всего, Арсеналу очень, очень большой толчок, вот, и таких вот ошибок, в принципе, как бы гол первый, по-моему, между ног пролетелись, не ошибаюсь, да, сейчас будет повтор, вот, то есть, ошибок грубок не запускал, да. Есть, по-моему, пролетел между ног, то есть, просто, в моем мнении, вот, мы тоже играли с Арсеналом, вот, мы брали тоже лучшим вратарем нашего вратаря, Валеру, вот, но там особо и ударов, можно сказать, не было, да, там было максимум два-три, Арсенал очень классно сыграл в защите, да, в защите очень классно сыграл, и никаких претензий, конечно, к вратарю нет, я, извиняюсь, не знаю, как его, фамилия надо было посмотреть, в начале, да, но, действительно, Арсенал, как и в первых турах, как и в первом круге, вот, то, чему, возможно, не хватило с вами в игре, да, вот, они действительно очень классно сыграли от обороны, вот, и, в принципе, мы видим, да, что фееричных сейлов нет, вот, но есть очень уверенная игра, без ошибок, вот, на вынос, и очень классный, вот, это очень будет такой момент, динамичный, как раз, я в это время приехал, как раз, как и в Екатеринбурге, как Сережа, в Ак Spielberg, но сейчас через пару минут он, как раз, и забьет очень красивый гол, вот, вору, выведено на трёхе, да, играть очень, очень злотно от обороны, очень здорово, вот, поэтому, я игра всегда смотрел, к сожалению, так как я против них, когда в игру не играл, вот, видел только первое, которые мы с ним играли, он сейчас посмотрел живьем одну, вот, действительно, я не вижу игры, когда они проигрывали, играли в ничью, но вот эти игры, очень классно от обороны то есть реально образцово показатель могу сказать что челси очень нравится по игре в атаке вот арсенал очень нравится по игре от обороны до оттенхэм на самом деле и себе объединяет 2 2 так давайте стиля игры до вводу генера поэтому пока что видео вы были потом скажем так споры со стороны команды то есть начали между собой ругаться возможно вы если бы не было руганий можно бы они как обычно вы в конце бы сравняли либо вырубили дочь от двух классных лёжа да вот реально очень хорошо открылся в одно касание пробил вот собственно три гола посмотрели ваше мнение по делу победа конечно да в этом матче арсенал переграл тот я не знаю по мне как должен там не в своей тревоге да что-то очень я же говорю очень очень важно играть таких матчах 1 вот все после него команда не может собраться по потом ну если первый гол в первом тайме в принципе в середине а и два последних уже забили в конце когда просто кинулись отыгрываться поэтому в принципе думаю здесь не первого виновата для 2 2 когда как раз таки не психанули начали ругаться ну а конечно 1 гостаре все все-таки там ваш это воротника ну как как я считаю да вот был между но вот а вот 2 конечно скорее всего на 2 мил ребят поэтому думаю что счет такой 30 но действительно по игре мы видели в 10 вот ну не три ну да то есть игра будет на равная арсенал очень классно сыграл набору с моим лично мне давайте посмотрим вашу игру быстро потому что мы некраски еще не разговаривали да и сейчас вот ошибаюсь вот 5 2 сразу вопрос по игре не по игре я так скажу счет по игре мы победили но сверху лим всегда очень тяжело играть это очень тяжелая для нас команда в первом туре мы сыграли с ними в ничью 3-3 по моему да проигрывали 3-0 и на последних секундах отыграли третий гол вот и здесь сложено было очень непросто но из-за каких-то личных качеств из-за того что очень нужно мы вырвали дубер да хочется сразу сказать уже и было обсуждение и комментарии и не замуж сейчас еще будет там вопросах матч дэйл обзор то есть он с одной стороны дает очень качественную картинку да то есть видно что действительно снималась скорее всего на дни ты снимал дин да вот снималась хорошую зеркалку но рывки вот эти вот постоянные конечно но их довольно необычно обрезки да нет вопроса реально он очень мелко нарезал моменты видеооператор монтажерку там не вот был конечно первое что курьезно довольно да да конечно одни пропустил между ног другой потом решил не брать и конечно кипер вообще не виноват потому что не увидеть такой мяч и на ощущение вот такие вот обрывки сразу дал очень быстро перелистывается ну да я считаю что нужно было выждать паузу хотя бы две-три секунды еще каждый момент вот сейчас тоже непонятно куда мяч попал полетел вот музыка и качество видео да это по-моему перепаде нам вода да еще по начинаешь спрашивать что это было в итоге сейф не сейф вот я смотрю что игра была на обоюдно острых атаках вот но очень много было ударов и за штрафной то есть вам благова прилетела за штрафной и выполнил первые три если не что-то посмотрел тоже забили ударами дальними да ну да артем ударился чем разуме потом кто второй влад забил да вот да тоже влад забил тоже издалека ну принцип прямо и сильно из ряда прямо с линией сантиметров но есть почти все мячи кроме понятно пенальти и последнего когда уже там ливерку вида пошел отыгрываться забил вам пускать выхода 1 2 было вот то действительно игра с дальними ударами очень жесткий прессинг очень жесткая борьба даже по такому обзору это видно вот я просто могу со своей стороны объяснить как выходили на матч против того же арсенала там тоттенхэма собрано все все то есть самого начала играют вот я смотрю 1 ну и такая же была расслабленность на части сити ну сейчас ли это непонятная расслабленность то есть наоборот нужно с каждой команды сразу играть вот они как-то расслаблены уходим ну с одной стороны это хорошо то что никому нажатом нет да и первый матч начинали как-то команда у нас была не такая спорченная сейчас уже чувствуется и в игре коллектив участного будет голода тоже очень классно лег на ногу вот олегу не ну в этом голе можно сказать что виноват ротарь потому что на выходе он сыграл неуверенно и я просто вы не видел воротов этого он пытался и мяча не да нет он выбил мяч но он во первых мог взять его в руки мяч летел невысоко а он сыграл кулаком сыграл неуверенно и в итоге на рикошете он попал это тоже один из решающих моментов игры я думаю если бы нападающий забил там леверкуль бы уже стал бы но там у не пенальти потому что штрафной штраф да да просто он выходил уже один на один вот хороший удар артема я так понимаю его его как раз таки признают лучшим игроком месяца да ну я думаю да вот действительно очередной очень важный в угол вот может стать стал бы так победу что это не весь потенциал артема он может лучше да это получает это был пенальти да я только не понял куда прыгнул вратать почему прыгнул вперед может просто чисто по видео показалось как-то интересно интересный способ полировать удар вот но вообще как бы все гром хорошо отыграл вот но здесь уже тоже к нему претензий нету вот 5-2 итоговый счет вот ну правильно сказать что если бы леверкуль бы забил 3 вам было больше она в конце вы конечно расслабленности было очень да в конце вы конечно дожали соперника вот поэтому поздравляю вас так давайте посмотрим наш матч тогда вот от себя скажу да передам как посланием моих игроков команде манчестер сити вот кто уже смотрел обзор до в конце там саша высказал какой-то из матч д был у нас здесь капитан манчестер сити вот и рассказывал что по игре самая слабая команда манчестер юнайтед что мы вынесли ноги играя с ними его что если бы там не было бы драки то они вы победили вот что вообще мы должны были тот у кого проиграть 7-0 в общем манчестер сити сейчас на ходу много было сказано в общем для нас это была игра реально как как дерби да то есть настоящий хотелось очень хорошо сыграть вот поэтому я лично свою командировку прервал на один день значение просто не начала просто после работы сразу поехал в ростов да чтобы успеть на матч собственно как-то не успел вот ну и принципе ватру собрались сыграли в принципе хорошо до счета 6-0 когда счет начался шестой начались пятки еще что-то пытались там всячески безумно красиво сыграть забить в итоге из этого пустили один мяч не обязательно да то есть 61 вот скажу так что пусть вообще-то сити думает что как бы им не повезло я считаю что счет должен быть намного больше вот но все равно 61 хороший счет отдельное спасибо судье вот за адекватную реакцию на первой пенальти вот которого не было не может вот посмотрим в общем первом тайме игра до наверно 2 мяча было довольно равная поэтому забьют второй мяч да вот тоже чем-то гол похож на голову игрока арсенала вот сереже ну да да тот же угол примерно только причине ваша работа там проследили надо воду даже по моментам видим вот что моментов у нас очень много вот третий мяч залетает ворота вот но после 4 немножко под расслабились далее там части сити повод повод и моменты я просто таки поиграл доволен попрыгал хорошо отразил пенальтизм это тоже посмотрим вот да то что могли еще забывать по-моему сейчас как раз таки будет ситуация спинате которого в принципе не было вот вот да сейчас по моему то есть я вот играю в мяч мячик выношу то естественно игрок не мог принять вот так мяч то есть я вынесла его как меня споткнулся судья назначил пенальти вот после долгих споров с ним вот так что решение не меняет да получилось так вот после долгих споров пока что даже если его не было он решение уже принял вот очень классный гол денис наш крайне зачем мне кажется номинация да вот мы надеемся что он попадет туда то есть он обычно просто очень сильно пьет с прокатывались как всячески на праве там у меня пушка пушка а тут решил перейти на классный гол да вот скажу так что почему судья появился довольно адекватно потому что несмотря на свою ошибку которую он признал во втором тайме был момент по моему даже он попадет в этот обзор вот тогда на самом деле на втором тайме уже пенальти был вот то есть может там не очень было видно со стороны судьи должен может кто-то был спорный момент на могу сказать что касание моего игрока было хотя вы конечно мячик уже потерял но все равно знаете можно было назначить судья вот решил этого не делать ну как я понял это вот ответ за свою первую ошибку ну да то второй второй спорный мяч решил не назначать что ему большое спасибо адекватное судейство пусть с какими-то ошибками но без без кретинизма вот тут уже начинается да то есть обвел сделал вас бразильца зачем вот сейчас вам лучше столько раз мяч вратаристы это тоже который который против нас играл против паранишка не невысокий у меня большой рост до кода нормально стоит да шел карточка собранный ну да сити какой-то момент реально перестал вообще отходить назад да и если бы просто не было вот здесь в принципе можно было бы такой спорный момент вот сидячу кинат не назначать еще раз повторюсь что мы могли забить намного больше по моментам отрида действительно киперу сети очень хорошо проявил себя вот еще один момент по части сейчас по-моему будет гол ну на самом деле я пропустил мяч арсенал арсенала в матче тура все равно 0 поэтому принципе будет решать кореша федерация вот вот так как своей игрой я доволен последний мяч конечно может я и мог взять но это уже нужно было гадать потому что сейчас выход в принципе очень близко да думаю то что судить потому если команда сыграла на ноль то давать сразу вратарю начнем с того что там будет всегда матч тура и тоттенхэм да здесь все-таки манчестер сити ну не знаю то есть ветки решения за федерацией вот но раз просят у нас объявить на номинацию на команду тура то я думаю что либо я либо кипер арсенала да то есть одно из двух вот по защитникам то есть мы сейчас посмотрим последний матч который будет это вест хэм и лестер сити по защитникам есть у вас я думаю что нужно из арсенала на выбирать потому что сильно очень классно команда сыграла кто у них там в защите обычно играет я честно не знаю вот я думаю что как минимум один один игрок арсенала должен быть конечно в любом случае часть это вест хэм вот когда забавляю я еще разогрел иногда запомнил дружу я сижу в этой группе ну да захожу чтобы посмотреть некоторые моменты там вот и смотрел сборные туров там основной бывает то что разновка там один защитник остались ну да да вот это чуть чуть неправильно когда желательно конечно скажем так больше защитника хотя бы два не говорим про тренинг вот ну точно один из игроков арсенала должен туда в любом случае попасть вот ну и плюс по по нападающим я думаю что опять артем у вас дубль на как сделать нет как трик сделал решила мира место в списке бомбардиров асистов да то есть по нападающим мое предложение это как раз таки артем пушко сергей корсунов на серега забил тоже очень важные мячи вот и наш игрок роман чернухин тоже внутри 3 плюс 2 вот тоже важные мячи по кому не победы но действительно подряд забил хитрик мог еще конечно забить еще кучу всего не забил вот но тоже три плюс два хорошая статистика поэтому я думаю тройка нападающих такая вот опорника опорника нужно тоже смотреть вот я не могу пока определенно сказать вот мы смотрим лестер то есть вот первый гол в пенальти того иглу ну ошибка небольшая в схема защите но которая привела голову вот но мы смотрим да что вот глистер мог еще забивать штанга спасла ворота а еще один пенальти да сразу сразу такой раз посреди длинным каналом да да это маленькие ворота организаторы рассмотрели такой вариант на самом деле там поприятнее пусть там качество газона похуже пространство я не могу сказать что намного хуже чем на каменьке да нет она вообще не хуже но два раза больше поля и есть пространство куда можно куда можно забить мяч иногда ворота да хотя конечно примеру у нас 2 вратарька я был очень против потому что он вообще вратарь на мини футбол для него уже тем порода которые прилично больше чем на здесь на каменьке да и тем более прилично больше чем на мини футболе вот поэтому были какие-то ошибки с его стороны вот и в матче с арсеналом но даже на площадках здесь конечно очень спорная на этом поле вот вообще мать динамичный хороший лист видно что усиливаться хотя несколько игроков те которые играли с первых туров нет безусловно это очень два три четыре больше вот это очень здорово но если посмотрим первую графику тогда составу ту лестера состав там по-моему 20 человек за поэтому как бы я так скажу листер еще начал как-то мало пропускать по сравнению с первым кругом ну что они взяли вратаря себе да пусть даже кого-то там ну я не сказал я не знаю как он стоит потому что не видела ни разу на деле не смотрел обзор и ничего но до этого всегда у них стоял полевой игрок который допустим вот видите да хотя бы именно грубых ошибок нет здесь по мячам я могу сказать что ошибок нет если сыграл на выходе плохо это потом сам как бы спас ну вот я смотрел получается то ли предыдущий матч зовут или там до этого еще когда стоял у лестера полевой игрок он там пропускал центра поля ну можно зафиксировать он его пропускал как бы ну там такие нелепые ошибки детские то что он по-моему и в вашем матче вы забили центра поля да я даже честно глянику ну да такой возможно да возможно не исключено опять же не потому что листерика это плохая команда потому что просто человек а еще и пенальти у лестера будет да там два пенальти обзоре да то есть три пенальти он тут конечно тоже кипер никаких претензий тем более угадал направления мяча не ватащу да здесь добивание хорошо было удар сильный да удар сильный поможет конечно конечно отразить было в сторону ну таки может там будет рикошет поэтому нельзя помнить тут чуть-чуть не забил лестера то могли вырвать отрезаны могли вырвать победу вот на самом деле тоже хороший боевой матч да вот тоже еще же я сразу два миша очень классно спаси это же думаю это будет один из фаворитов на сейф тура сейф месяца должен это потому что тур уже был в октябре поэтому конечно эти уже голые сейвы не пойдут в номинации да по сейвам и по голам то есть по моему то ли с понедельника то ли с выходных вот будет выложена подборка за которую можно будет проголосовать вот и на следующей передаче мы это рассмотрим давайте еще раз во первых посмотрим следующий следующий тур вот то есть начнется он уже в субботу матчем арсенал манчестер сити вот так что же будем знать потерять ли арсенал очки возможно да как вам это интересно конечно сиди на ходу арсенал точно проиграет ладно я понял прогноз ты думаешь я понял хорошо так следующий матч тура я сейчас подробно после как мы сделаем прогноз расскажу что такое матч тура теперь у нас будет вот тотенхэм вест хэм ну скажу так я в этом матче за тотенхэм потому что мы все-таки в погоне за четвертым местом за третье место по-моему теоретические шансы еще есть догнать но объективно мы у них уже особо не верим вот но побороться за четвертое место хочется тем более у нас последний турканский с вест хэмом поэтому желательно что конечно не потеряли очки чтобы играть действительно была за четвертое место вот поэтому я здесь за тотенхэм вы как я понимаю против да дело все в том то что вест хэм хорошая команда когда мы играли с ним с ними вот получается в первом туре сыграли восемь шесть по моему доселе восемь пять где вы играли восемь пять или восемь шесть на ооре да 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 ты был тогда вот это очень хорошая команда ну тотенхэм тоже является фаворитом поэтому я думаю что они не будут как бы баловаться тем более знают что ошибка это решение чемпионство повышал арсенал дольше там затылок там одно или два очка отставания посмотрим да ну немного то есть принципе шпорам нельзя терять очки больше вот тем более у них последний тур с вами там я чувствую будет много лучше поэтому мне кажется тут победа тотенхэма но опять же вест хэм тоже может преподнести сюрпризе на счет не за я поставлю на ничью я думаю то что тотенхэм просто выйдет на том классе который уже показал нет я безусловно так думаю но побороться я думаю только вот с этих команд которые есть в этом турнире я думаю только тотенхэм поиск тотенхэм арсенал и хорошо звучали думаю может не но у вас принципе шансы есть но вы зависите теперь точно не только от себя вот ваш матч челси лестер здесь фаворит я все-таки думаю есть я так скажу если без сюрпризов то мы должны побеждать мы как бы мы тоже настроены на игры нельзя терять очки сейчас потому что наши как бы как раз оппоненты могут потерять их поэтому мы надеемся все таки еще хотя бы на второе место поэтому мы будем играть не смотря ни на что вот мое мнение что честно все-таки победит причем я думаю с разницей ни в один и ни в два мяча хотя опять-таки у лестера хорошая вратарь мы увидели вот но посмотрим посмотрим по игре краски на буду матча с нами вот наш матч не могу сказать я думаю что будет очень хорошая битва вот потому что мы идем пятыми или пойдет шестыми одно очко отставания то есть боремся за попадание в лигу европы да то есть мы с кем как бы тоже недалеко то есть если тут выиграет будет еще все более плотно вот я все таки надеюсь на нашу победу хочется она я даже так скажу додан хмбс им будет не такой интересный матч как манчестер и оверпуль вполне возможно да то есть было два кандидата на матч тура вот может быть это действительно более такая плотная игра будет вот но собственно что такое теперь будет матч тура час под чуть подробнее расскажу до каждого тура мы будем объявлять по мнению федерации следующий матч тура который будет освещаться более подробно то есть если все видео обзоры до этого идут с одной камеры которая стоит на кромке поля либо чуть выше вот и потом идет такая нарезка иногда немного сказать урезанных мы видели да помочь его вашему вот то матч тура будет освещаться с нескольких камер то есть одна камера будет также ставить сбоку вот одна камера будет перемещаться по полю то есть какие-то опасные моменты штрафные то есть будем стараться перенести все-таки матчи и его действия чуть поближе до что были более качественные обзоры и если позволит погода она вроде бы на нас жалостливая то есть дождя по идее не будет то будет как минимум один тайм может быть я поделю там на несколько таймов батарейку будет сниматься с воздуха вот с квадрокоптера вы делается видео фото вот есть постараемся максимально приблизить действительно к картинке которую мы видим на экранах телевизора это хорошее вот и поэтому до каждого тура мы определяем матч тура так как к сожалению или к счастью я играю за мочистер юнайтед поэтому игры мочистер юнайтед допросить меня моя команда не будут попадать в этом сезоне в матче тура вот поэтому мы туда не попадаем если там наши соперники которые с нами тоже поэтому в этом туре это тоттенха весткам следующий тур если меня не ошибает память памяти не мешать память в общем так это арсенал да арсенал ливерпуль по моему самый интересный матч будет и следующий и последний ну здесь уже как без вариантов да это ваш чем все тоттенхэм опять-таки две-три камеры будет любом случае а с воздуха зависит от погоды потому что в дождь не летаем да поэтому нелетная погода вот здесь все-таки я думаю что погода улучшилась поэтому по снимаем полетаем и фото полу сверху и видео будет более интересная вот поэтому я надеюсь все таки мы умнее по моему матчу надо думаем выиграем 31 вот так вот как-то мне почему-то так картина ты что скажешь что что мальчестер ливерпуль да почему играл первом круге да я думаю так вообще первый первый тур общем учитывая то что у нас они обыграли пусы на полный состав у нас бы я думаю должен начать не знаю мое мнение ливерпуль проиграл по моему две или три последние свои игры две по моему по моему да то есть они не играли получается с тоттенхэмом да 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 они проиграли нам манчестер наоборот выиграл две свои последние игры поэтому мне кажется что здесь будет либо ничья либо победа ливерпуля потому что ливерпуль очень злые будет нему только одну игру но прошу проиграли снаусом они когда нас пришло 7 человек и до этого мы проиграли ну вас играли потом нас два поражения и сейчас победа опять да ну я не знаю как бы мне кажется что ливерпуль будет точно вот вообще посмотрим статистику еще раз посмотрим да по отставанию на 26 у тоттенхэма то есть если они как ты говорил проигрываю да то есть арсенал может их догнать но по моему по потерянному и по личным встречам не знаю как судится возможно кто-то там будет впереди хотя это нужно уже спрашивать реглами сейчас сколько 26 23 22 вот у нас с ливерпулем 1 разница да из вас хэма то есть три очка то есть принципе тоже довольно плотно вот ну не знаю все таки мне кажется что лестер и манчестер сити будет бороться за за предпоследнюю строчку как-то уже далеко довольно отстали нет я думаю что здесь лестер явно не будет на последнем месте потому что манчестер сити как-то перестали играть если вначале они играли боролись то сейчас они уже выходные третий четвертый матч подряд выигрывал не просто среди четвертый матч подряд новый состав как я вижу да то есть так какие-то перетрубации вот последнее что по моему тура хочу сказать точнее просьба капитаном я попросил чтобы они посмотрели на передачу то есть это у нас будет матч сейчас посмотрим тот этот эмбэском да вот просьба капитаном давайте был взрослыми людьми когда вы видите в небе самолетик вертолетик бельник не нужно его мячиком сбывать да вот стараемся играть то есть это приз в одной из причин почему мы захотели уйти с каменки потому что там очень много детей я боюсь что первый же полет оказался одним из последних уже полетели бы камни там пытались бы поймать здесь все-таки как бы все люди взрослые да то есть я постараюсь его максимально высоко над вами пилотировать да вот просто стараемся мяч специально не мячика в вертолет специально не бить вот эта просьба и к следующим туром и в принципе тем матчем которые будут дальше да то есть арсенал и ливерпуль и вам да потому что мы стараемся сделать и картинку более красиво и интересное да и либо более красиво интересны вот все это делается лучше чем части на энтузиазме вот поэтому давать хотя бы не вредить да то есть техники поэтому такая небольшая просьба вот ну и надеюсь что матч тура вам понравится как сделать ну и просто команда показать красиво атакующий футбол да потому что если это будет игра на новой но это будет не очень красиво поэтому чем больше подголов тем больше будет в принципе красиво видео вот давайте посмотрим если какие-то вопросы так мы взломали честно по 11 вопросов вот кого считают эксперты каком месте мы уже ответили да мало того не только эксперты то есть последнее голосование было среди капитанов да то есть миша у нас просил чтобы мы сделали свой выбор между артём кушку и ванне филатовым вот я скажу еще раз свое мнение так как я к сожалению против тоттенхэма не играл то есть первый раз у меня была травма из-за того что я упал с лестницы во второй раз я просто уехал командировку вот поэтому я к сожалению с ним не играл и я поэтому так играл против артема вот пусть матч который вы проиграли но он забил по мне три мяча нет не он забил один мяч на мяч он забил нашим второму вратарю вот действительно в той игре он был лучшим вот действительно тянул на себя и не желаю нет я не говорю там так прошлом месте ваня до филатов по моему лучше в этом артём потому что он реально проделал за работу набрал нам много очков забил очень много голов подал много голевых пасов поэтому я считаю что здесь должен просто действительно центральный да ну по моему делаю левый защитник но много за желая он называет уже я помню против нас когда мы играли проиграли прошлый прошлом месяце стал лучше масса он не одного наградали масса бонус смотри конвертирую лучше не мере он именно игрок месяца двух из вручали его место то есть первое это был серёжок курсу на форума сапу 3 сейчас как раз таки ну скорее всего думать это будет артём пушку вот но опять таки ваня филатов тоже действительно очень класс очень хороший игрок и просто чтобы не подумали что из-за того что статистика в артёма лучше то есть это действительно ну возможно сейчас в челсе действительно благодаря артему вот только забывает вот из каждого матча почти хит-прики вот это дорогого стоит вот дальше вопросы какой будет матч решающийся чемпионство сервера спрашивает но мы уже ответили последний матч тура возможно и и чемпионата последнего да я так скажу для арсенала если не оступиться не он не тоттенхэм решающий матч будет она что-то кто-то не там челси толком а если если есть на следующий тур вестом 100 там сыграет ничью мы свою очередь выиграем тогда уже как бы будет другой матч решающий я вот за что если арсенал там тоже сыграет ничью они играют против ливерпуля тоже но тут не за мне например сложно назвать матч тура потому что тут реально очень много вот но тут в общем еще потом уйдет что самый главный матч уже был арсенал тоттенхэм вполне возможно да но кто-то там был шанс оступиться они его использовали вот затем вопрос будет ли арсена усиливаться серия видел что два один два человека это наши друзья еще раз я не не видел множество обзоров других лифт но по-моему все таки английский чемпионат посильнее будет итальянского вот немецкая вообще либо не виделись в испании мне кажется там все таки есть реал есть другие команды которые чуть послабее да вот поэтому усиливаться конечно нужно убегаться что и такими составами и челси тоннхэмэр и арсенал будет очень хорошо там играть и смотреться и думал что будет основе из фаворитов на чемпионство это все покажет лига чемпионов дали плана позицию сильно так у нас команда сильно и просьба от романова гошина поменять мяч чемпионат я не знаю почему нормальный мяч чем мяч не понравился остальные мячи сейчас которые делают современное они больше на знаю на что похоже резина серии еще когда все занимались самым нормальным мяч вот ну в общем давайте еще раз посмотрим расписание последнего ту следующего тура не последнего то есть первый матч арсенала и затем на грибном канале три подряд матча английская премьер-лиги зрителей которые уже в тот раз на трибунах вот действительно довольно много то есть там жены и друзья и дети билетики уж не знаю что последним в рамках и тяжело в общем интересные хорошие матчи вот поэтому кто смотрит нас не загарков приходите смотрите вход свободный вот ну и вообще спасибо что смотрели нас и до следующего матчу дэя спасибо